МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня наша очередная встреча в рамках цикла программ, посвященных истории Русской Церкви. В прошлый раз мы говорили о предыстории крещения князя Владимира. Сегодня у нас запланирован рассказ о том, как князь-язычник, живущий по правилам, принятым в тогдашнем обществе, и даже несколько как-то эти правила расширявший, слагается в князя-христианина. Каковы были причины обращения князя Владимира, мы можем только гадать на основании некоторых косвенных данных, и мы об этом поговорим, и что предшествовало непосредственно принятие им святого крещения. Об этом наш сегодняшний рассказ. Итак, повесть временных лет, наш главный отечественный источник, повествующий о выборе веры и о принятии крещения самим князем Владимиром. Но здесь у исследователей очень много вопросов. Достаточно ранний скепсис в отношении к летописному рассказу, идущий еще со времен митрополита Платона, нашего, можно сказать так, первого признанного церковного историка, скепсис в той или иной мере поддерживаемый его наследниками на Ниве церковно-исторической науки, уж тем более светской исторической науки. Пожалуй, наиболее доверчиво к летописному рассказу относится митрополит Макарий Булгаков. Его аргументы мы, конечно, обязательно проговорим с ними, познакомимся, но также отдадим некую дань и возражениям скептиков. Ну а пока крещение князя Владимира по летописному рассказу. Помещено это повествование под 986 годом. Вдруг, неожиданно, без всякой связи с предшествующими событиями, если не считать историей мученичества варягов, первых русских мучеников Федора и Иоанна, на Русь приходят послы из Волжской Булгарии. Они уговаривают князя Владимира принять ислам, веру, которую они сами не так давно восприняли, и которую стараются предложить своему соседу, надеясь обрести, естественно, в нем сильного и могущественного союзника. Князь Владимир внимательно выслушивает проповедников. Кое-что ему нравится, а именно многоженство. Надо сказать, что летопись, пожалуй, действительно, даже несколько фантастическими чертами наделяет вот эту склонность Владимира, язычника. Многоженство ему нравится, и в исламе он таким образом получает некое оправдание тому, что казалось явно преувеличенным даже его современниками. Им казалось, что, в общем-то, даже при тех нравах, которые царили, это уж слишком. Кроме того, и союз с тоже, в общем, достаточно могущественным государственным образованием сулит Руси немало выгод. Что останавливает князя Владимира? Ему мерзкое обрезание. Он не понимает запрета на вино и свинину, и даже произносит свою фразу, которую часто цитируют, увы, в оправдании определенной склонности. «Руси есть веселье пить, и не можем без того быть». Но дальше, правда, мудро добавляет, что виновата не вино, а пьянство. Проповедники пока уходят ни с чем. И сразу же за ними приходит проповедник из Рима, то есть представитель западного христианства. Получает сразу отворот-поворот. «Ступайте назад, отцы наши веры вашей не приняли». О чем идет речь? О каких исторических прецедентах? История ли это Адальберта, епископа русского, явившегося незваным, пытавшегося на Руси проповедовать? Возможно, это какие-то контакты, отзвуки контактов с Римом времен Ярополка. Бог весть, здесь остается только гадать, но только римского проповедника не слушают. Потом появляются иудеи, которые начинают свою пропаганду с контрпропаганды. Они говорят о том, что христиане, которые только что были представители римской церкви, они веруют в того, кого мы распяли. То есть мы выше, мы сильнее. Владимир слушает достаточно внимательно, а потом задает простой и мудрый вопрос. «Где же Отечество ваше в Иерусалиме?» Отвечают ему. «Но Бог на нас разгневался и рассеял нас по всему лицу земли. Так вы хотите, чтобы нам тоже было?» спрашивает князь Владимир. И отправляет их в Освоясе. Ну, что это за иудеи? В Киеве был квартал, где проживали иудеи. И, кроме того, там очень четко говорится о том, что это иудеи хазарские. Мы уже говорили о хазарском Каганате. Мы говорили и о том, что это государство было разгромлено никем иным, как Святославом, отцом Владимира. Так что, ну, здесь можно видеть какую-то попытку идеологического реванша. Но надо сказать, что впоследствии уже к этому варианту не обращались, когда князь Владимир и его ближнее окружение направляло послов для испытания вер на месте. Ну и потом, уже после иудеев, приходит греческий проповедник. И вот здесь вот тот самый случай, когда в самом таком сконцентрированном виде дается пересказ узловых моментов священного писания всей истории домостроительства нашего спасения. Но прежде проповедник отвечает, говорит о тех разногласиях, которые существуют с латининами, с западными христианами и также отвечает на выпады иудеев. Завершая же свой рассказ о божественном домостроительстве, он являет князю Владимиру наглядный образ финала мировой истории. На запоне, на некоем таком кожаном занавесе, это своего рода походная икона, изображение страшного суда. Дальше следует объяснение о тех, что находится на Десную, то есть справа, и тех, кто ошует, кто оправдан, кто осужден. Князь Владимир, находясь под впечатлением этого рассказа, произносит вслух, делает для себя вывод, что благо тем, которые одесную, горе тем, которые ошую, тем, кто осужден. Проповедник предлагает ему креститься, на что князь Владимир говорит, подожду еще немного. Он еще не готов, он еще размышляет, он прекрасно понимает, что такое перемена веры для целого народа, которым он управляет. Но мы на время прервем летописный рассказ, мы, конечно же, к нему вернемся, а пока обратимся к мнениям исследователей-скептиков. Сомневаются еще Полевой. Полевой вообще считал этот эпизод поэмой, включенной в летописное повествование, ну, что-то вроде там Былины или той же скандинавской саги, где речь идет о действительных событиях, о реальных исторических лицах, но в некой такой особой поэтической форме. Конечно же, сомневался Голубинский и достаточно в резкой форме свой скепсис выражал. Он говорил о том, что это вымысел, причем вымысел даже не русский, а греческий. Все те речи, которые вложены в уста героев повествования, он тоже считал таким неким литературным приемом. Но, что интересно, сам факт прихода посольств он не отрицал. Отрицал он дальнейший эпизод, о котором мы еще не говорили. Это, ну, или почти не говорили, упоминали. То, что князь Владимир и старейшие народы отправляют послов для того, чтобы посмотреть веры, которые им предлагаются для выбора, на месте, как эта вера исповедуется, как люди в этом законе служат Богу. Вот это уже Голубинский отрицал, как нечто небывалое. Сомневались в этом рассказе и власильники Читатищев, и митрополит Платон Левшин. Ну, аргументация здесь была самая разная. Давайте остановимся на речах персонажей. Ну, вот те, кто изучал устное народное творчество, ну, скажем, например, филологи-русисты, изучают там на первом курсе фольклор. Десятки страниц, былин, исторических песен, все это передавалось в устной традиции. Былины стали записывать, ну, первые там, в 18 веке, да, ну, и в основном вся эта огромная работа проводилась в 19-м, потом уже в 20-м столетии. Записывали былины из уст сказителей, сказительниц, которые в мельчайших деталях помнили несколько вариантов даже одних и тех же текстов. Ну, и, естественно, в период такой вот бесписьменный, когда историческая память, вот эта информация важная для народа передается из уст в уста, то ничего в этом, на наш взгляд, совершенно нет удивительного. Теперь обратимся к аргументации митрополита Макария Булгакова в отношении скептиков. Это контраргументация. Он тоже рассматривает этот летописный рассказ и говорит о том, ну, а что же здесь невероятного. Волжские болгары незадолго до вот этой самой встречи с князем Владимиром в Киеве через своих представителей приняли ислам. Ну, всем известно, какое огромное значение в исламе уделяется проповедь с тем, чтобы привести всех к покорности воли Аллаха. Само слово «ислам» означает «покорный». Вот этот еще празелитизм недавно обращенного народа, конечно, был, что называется, сугубым, то есть совершенно особенным. Кажущиеся комичными ответы князя Владимира, что вот да, вот это хорошо, но мне не нравится запрет на употребление вина и свинины. Ну, как-то это странно, человек веру выбирает. Неужели, если она ему нравится, как-то его покорил, он не может от чего-то отказаться. Отказываемся же мы на время, там, скажем, от определенных видов пищи, что, ну, вообще-то вот такому природному язычнику, наверное, тоже очень тяжело. Дело здесь совершенно не в этом. Князь Владимир не может отказаться ни от продуктов, это уже не аргументация митрополита Макария, а несколько такая более поздняя. Ну, представьте себе, князь в те времена достаточно простых нравов, отец народа, ну, может быть строгий, может быть какой-то он слишком суровый, но тем не менее, нравы очень простые и отношения очень доверительные. Его окружают люди, от которых во многом зависит не только его благополучие, но и его жизнь. Это его дружины, они же старшие люди в государстве. Это старейшины, которые помогают ему в делах управления, помогают ему вершить суд, потому что главные функции князя в то время это воин, защитник, полководец, это первая функция, и судья, который разбирает конфликты своих подданных. И вот с этими людьми он же должен общаться в неформальной обстановке. Встреча без галстуков, корпоратив, как хотите, некий аналог. И вот для этого нужны определенные напитки, они очень и очень не крепкие, такие легкие хмельные напитки, потому что пир может продолжаться и не один день. Достаточно простого примера. Владимир уже христианин, восемь дней пировал с дружиной, отмечая свое чудесное избавление и построение первого обетного храма преображения Господня в селе Василеве. Ну, а в языческие времена, может быть, все это происходило и с большим размахом. Но здесь-то и решались главные дела. Здесь все было неформально, просто. Здесь можно о многих вещах было говорить прямо без всякого, что называется, политессы. Теперь свинина. Давайте вспомним отца князя Владимира Святослава. Он побеждал потому, что никогда не тащил за собой обозы. У седла приторочен мешок с пшеном, и здесь же шмацало. Короткий привал, сварили кулеш, поели сил, набрались, короткий сон, и снова в поход, и новая победа над врагом. Как отказаться от этого основного продукта в армии? Ну, примерно то же самое, что сейчас запретить в армии употребление традиционной тушенки явно будут какие-то трудности. Я прошу прощения за эти аналогии с современностью, но ведь человек-то не меняется и исходит с каких-то вполне конкретных, часто очень приземленных соображений. В данном случае, в общем-то, наверное, такая аргументация имеет право. Что касается Латинин, мы уже говорили, и дальше, в общем-то, все совершенно правдоподобно, ничего такого сверхъестественного нет, и непонятно, чем вот такой вот скепсис вызван, может быть, даже вот в свете этой контраргументации. Что же происходит дальше в летописном рассказе? А дальше отправляют послов в разные земли. Тут уже Голубинец говорит, ну вот, выбирает веру, сам не мог поехать. Да куда же он мог поехать, князь Владимир, кроме как воинским походом, ну вот бабка его Ольга еще отправлялась в посольство еще по очень таким важным, необычным делам, если учесть ее поездку с целью принять крещение. В те времена доверие младших к старшим и старших к младшим, если это разумные мужи, как характеризует их летопись, была гораздо больше, это доверительность в отношениях, чем в позднейшие времена. Опять же, простота и некая даже чистота нравов. Найдем разумных, они на месте посмотрят и нам обо всем расскажут. И дальше следует рассказ о том, как послы отправились в странствие, вернулись, оно, вероятно, было не очень долгим, и рассказывали, что они там видели. Ну, совершенно естественно, нормально, мы бываем в других странах, если нас интересуют вопросы религиозной жизни, конечно, тоже смотрим, как вот люди совершают богослужения, из чего состоит их религиозная жизнь. Это всегда очень интересно, особенно если страна, конечно же, христианская, ну, как-то там близкая нам, уж тем более страна православная. Ну, тогда такого выбора у них не было, они смотрели богослужения, все-таки князь Владимир не оставляет вот этой своей заинтересованности исламом, там им очень не понравилось, показалось им это служение каким-то недолжным. Потом отправляются к немцам, то есть к Латининам, но не видят там, ну, некой вот такой вот теплоты, некого такого благолепия, и, наконец, греки. Константинополь, храм Святой Софии. Достаточно просто посмотреть съемки этого храма в его нынешнем, в общем-то, достаточно плачевном таком, плачевно музеифицированном состоянии, уж тем более побывать под его сводами, чтобы понять, какое огромное впечатление просто храм сам по себе мог произвести вот на этих разумных, но все-таки достаточно неискушенных подобного рода зрелищах и действах людей. Для них потому, что это просто еще зрелище. Это для нас богослужение, литургия, совершавшаяся совершенно удивительным образом. Мы можем так только представить, реконструировать на основании описаний. Служба уже начинается, к определенному моменту подтягивается, построенные рядами, придворные во главе с императором, придворные в стихарях. По дороге они поют праздничное песнопение, возглашают многолетие, тоже вступают под своды храма, где уже в центре находится патриарх. В момент херувимской песни по набычию, которая до сих пор у греков сохраняется, процессия с предложенными дарами обходит весь храм. На это нужно очень много времени, потому что храм огромный. Самый большой храм в тот момент в православном мире. А по ходу в полу храма сделаны отверстия, в которых лежит уголь. И вот проходящие бросают пригоршнями ладан, и фимиам дивный поднимается под самый купол. Отражаются мозаики в определенный момент суток по-разному. Они блещут на солнце, создают совершенно непередаваемую атмосферу. Конечно, все это поразило наших послов, но вот если кто был в Константинополе или кто будет, то, конечно, вот это место удивительное, где, вероятнее всего, наши послы стояли, на хорах. Там есть императорское место и есть особое место для тех, кто впервые знакомится с православным богослужением, производит особое впечатление. Оттуда виден весь храм. И вот вернувшись оттуда, послы говорят, да, мы были, мы не знали, где мы находимся, на небе или на земле. Какая точная характеристика. И всякий, вкусивший сладкого, не захочет вкушать горького, так и мы не хотим другой веры. То есть они уже готовы эту веру принять. А тут еще вспоминается прецедент. Вот он, пример святой Ольги, мудрейший из людей, как говорит летописец, если бы вера греков была плохая, ее никогда бы не приняла бабка твоя Ольга, ведь она была мудрейшая из людей. Где будем креститься? Прямо спрашивает князь Владимир. Вопрос решен. Где ти, Люба? То есть где тебе нравится, где ты хочешь? Отвечают его ближние, это городские старейшины, дружинники, которые во всем согласны уже с его новым замыслом. Каковы были причины обращения князя Владимира? Митрополит Макарий Булгаков называет прежде всего тот переворот, который произошел незаметно для летописца, потому что на странице летописи это не попало. Незаметно, может быть, для других людей произошел в его душе. Свидетельство о том, что это был действительно глубокий переворот, это то, что после крещения князь Владимир совершенно изменил свою жизнь. Это другой человек, совершенно другой человек. Далеко не всегда правители, которых и почитали за то, что они крестили свои народы, вот так глубоко воспринимали христовую веру. Ну, давайте вспомним, скажем, литовского князя Миндовга, который был язычником, побывал христианином, потом опять стал язычником, но самое главное, что совершенно не изменил привычного образа жизни. Да и многие, многие крупные феодалы, принимая крещение, особенно Западная Европа, совершенно не меняли прежнего образа жизни. Здесь другой человек. Он вступает в христианский брак, он распускает вот весь этот свой гарем, иначе не скажешь, все это собрание жен и нежен, многочисленных наложниц, и награждает их за причиненное, наверное, страдание. Хотя они находились и в привилегированном положении, но понятно, что их прежняя жизнь, которая им нравилась, их устраивала, она была Владимиром самым жестоким образом перечеркнута. И вот он некую дает им компенсацию. Он боится казнить преступников. Епископы уговаривают его применить репрессивные меры против разбойников, которые, конечно, почувствовав слабинку, умножились вокруг Киева, и уже епископы настаивают на том, чтобы князь, поставленный казнить виновных, да, и поощрять добрых, вот все-таки как-то вступил в эти свои функции. Ну, говорят так, что, ну вот, мол, дожил до такого возраста, когда уж, может быть, многие прежние забавы и становятся неинтересны, и вот он стал, да, вот что-то вроде такого ханжи и так далее. Но на самом деле элементарный духовный опыт показывает, насколько трудно человеку менять любой, необязательно даже вот такой устойчивый греховный образ жизни в зрелом возрасте, когда личность его навыкла уже в определенных страстях, пороках, ну, просто обычных слабостях, и даже, ну, в таком вот вне церковном образе жизни. А здесь прямой переворот. Летописец намекает, автор повести временных лет, что Господь сотворил ему некое запятие. Здесь можно видеть, об этом пишет митрополит Макарий Булгаков, видеть, ну, и некое что-то сверхъестественное. Кстати, здесь согласен с митрополитом Макарием Булгаковым Евгений Всегневич Голубинский. Он говорит, что наверняка было некое чудесное событие, которое заставило князя Владимира переменить свои прежние воззрения. Конечно, нельзя не учитывать здесь и соображений политических и определенных выгод и вхождения русских земель, которыми князь Владимир владеет, совершенно в иной мир, вхождение на равных правах, как христианской державы. Об этом забывать не будем. Это и приобщение к цивилизации. Ну, просто вот, видимо, в такие судьбоносные моменты все как бы векторы сходятся в одной точке, что, наверное, и можно считать вот таким вот действием промысла Божия, который действует руками и умами человеческими в этом мире. Голубинский указывает еще и на пример скандинавских родственников. Он упоминает пример норвежского Конунга Олова, который принял христианство в Греции, в Византии и потом крестил свой народ. Пример родственника скандинавского мог оказать влияние на князя Владимира. Нельзя игнорировать и влияние жен. Нельзя, потому что, ну, мы говорили уже, что это достаточно часто при распространении христианства в Европе вот эти жены должны были, могли, во всяком случае, да, влиять на своих мужей, часто таких вот грубых, суровых воинов, настоящих язычников, изменить свое отношение к миру, самое главное отношение к Богу и к ближнему. Среди собрания жен князя Владимира были две чехини, вероятнее всего, можно сказать, что они были христианками и могли оказывать на него и некоторое влияние. И князь Владимир решает принять крещение во всем великолепии, чтобы само это событие запомнилось его подданным, произвело на них впечатление и, собственно, их сподвигло к принятию новой веры. Но Киев не может ему таких условий предоставить, поэтому он идет креститься грекам, но идет креститься не так, как его бабка Ольга, не в роли просителя, а идет креститься с оружием в руках. Почему это случилось именно так, об этом мы поговорим в следующем выпуске нашей программы. Ну а сейчас прощаемся с вами, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова